поехали негодная ради во глобальный макар и илья цельнозор привет друзья мы все-таки начинаем пришлось сменить тему потому как люди которых мы пригласили сегодня не подошли почему то вдруг вот мы хотели сегодня поговорить о беспроводном и бесплатном электричестве скорее всего это электричество прошлого то есть технологии которые и сейчас как бы применяют пусть в малых количествах малых долях это только жалкие попытки но тем не менее хух но раз не пришли но значит не пришли с нами должен был быть сегодня и павел конов и андрея тертхуя пригласил но тем не менее может быть на субботу мы это все сделаем а сегодня мы все-таки поговорим о очень интересной важной теме серьезной теме о войне якобы мировой 3 3 мировой войне эту тему уже многие подняли недавно буквально илья мамаев канал цельнозор озвучил перевел и вот сегодня он нам это расскажет привет илья привет всем в эфире годное радио мне кажется все таки и глобальный цель на макар не надо разделять мы трое мы банда ладно если серьезно вчера вышло видео действительно долго я не хотел делать видео но все-таки сделал потому что осознал что нужно эту тему как-то осознавать потому что то что в нас запихивают мне не нравится единственный способ эту матрицу сломать как-то перехватить управление это осознать что же с нами делают немножко 3 сентября скажем так 11 сентября выпускал видео по предикте в программе предсказательное программирование по-русски это как нам запихивают в голову определенные программы как материализуются с помощью кто не видел посмотрите а символы правит миром то есть когда хочешь что-то сделать сделай это скажи так вы и силы не могут что-то сделать с нами не предупредив а если мы не поняли но это мол наша проблема а еще они говорят что молчание знак согласия они показывают некое развитие событий максимальном количестве людей мы это проглатываем потому что не все проходит через сознание много идет сразу на материализацию подсознание и таким образом механизм запускается а потом они как бы нашими руками мол они это не сами не они это делают и как бы само это все материализуется это отдельная тема я его коснусь чуть позже потому что все взаимосвязано все с реальной истории все завязано на то что прошло 19 веке тогда все началось а сейчас мы видим попытку развить ситуацию опять же без нашего участия но таким образом чтобы нам всем было плохо давайте поговорим о том как этому противостоять приглашаю те кто не видел посмотреть мой клип который я делал вчера точнее разбор клипа мое видео на разбор клипа на группа японская вот сейчас она на экране она называется новый мировой порядок она и клип кратко скажу начинается вот с такого клипа идет ровно 344 и тут кратко 6 человек 6 не кушать рейх трампа замер слушать рейх трампа не показываю чтобы нарушать авторские права я правильно делаю да наверно наверно сейчас я найду ссылочку на твою видео как сделать да 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 ну и у меня скину да как сделать америку великой снова и вот этот жест начинается песня песня кратко слова все-таки ведут и немножко думаю покажу хуже не будет и кратко слова идут о том что америка прежде всего и они начинают петь что мы когда один человек начинает говорить о том чтобы спасти мир и устроить войну давайте мол мы устроим войну это некое послание послание от японии наверное за вкусимом стя сша некая глобальная это я как полагаю посылает некий сигнал страновой элите сша о том что они хотят с ними сделать очень интересен разбор и очень интересен текст русские субтитры присутствуют можно посмотреть любому то есть все будет понятно или ухо не больше трех секунд пожалуйста они пародируют трампа начинается песня с тех слов которые я назвал вот сейчас я попробую найти ну да там знаки три шестерки присутствуют обычно знак какие по чистые три шестерки знаю флаг сша вот она замечательно скучные японцы сидят и вот они типа дальше поехали дальше они идут в нашей скучной повседневной жизни текст идет мужчина который предвещает конец это трамп они уже идут вот они выстрелись клином они в таких масонских одеждах один галстук черный красный вот у главного остальных черные мужчина предвещает конец это трамп ради спасения мира вот они выстрелись вот на желтая полоса они переступить приступают желтую полосу а желтая полоса означает много чего волшебники ос желтая полоса означает путь к волшебнику страны ос когда не это очень известно это у нас волков да на самом деле это сказка на западе просто не на и я вторую него не волков и вот этот человек который наконец-то появился который глобальную бучу начинает ради спасения мира вот они это все пародируют показывают они переходят много-много черт много-много перед турникетов и так далее вот тут и идут мимо паровоза но на самом деле не паровоз тут с 2292 не случайно с это третья буква 11 это понятно 11 то есть 3 11 там идет дальнейший разбор это все в клипе будет у этого человека потому что непонятный разбор кстати вот этой темы вышел на непонятном канале кухня с вилли немец который четыре года занимался кухней там раз в три месяца какой-то рецепты выдавал там как правильно пиво даже открывать его друг он резко удавился в этот символизм в эту конспирологию весь клип весь клип наполнен разными знаками разными символами разным огромных компаний транснациональных вот они по желтой дороге идут подходят к аэропорту дальше нужно видеть как они описывают трампа они скучают по ему светлым волосам и глупым глазам как настоящий герой из фильмов он дальше будет интересный жест интересный момент внимание это знак означает внимание вот палец вверх поднимает идет красное такси сначала следующий на клип у нас идет желтое такси а тут кстати обрезано удивительно было желтое такси вот они идут по желтой дорожке дальше в аэропорту вот так вот маршируя как мурашки как масоны но это все пока происходит в японии и помимо этого ну много людей идет по этой желтой дорожке они идут в аэропорт они прилетают в сиэтл вот он тоскуют по светлым голубым глазам они долго долго идут долго показывают что будет давайте вечеринку устроим давайте прищучим американцев прямо так и звучит дальше они идут в очень интересное место нас покажу вот здесь вот они танцуют и говорят давайте устроим вечеринку на фоне боевого робота японцев это много чего значит это не просто робот интересно кстати жесты разбуд то он куда им вставляет и прочищает что ли их новый мировой порядок я думаю что то да что то он там прочищает то есть это символизм вообще в открытую и это лишь один пример этот человек немец он сделает все на немецком потом на английском разбор полетов он показывает очень много много огромное количество знаков почти как 911 то есть в разных местах вот это вот 311 проскальзывает и четкая отсылка на светл на знаки светла и так далее вот сейчас я сделаю разбор этого клипа потом немножко расскажу о группе потом мы перейдем вот и собственно кто-то к самому этому видео про разбор этого немца вот этого символизма того что будут светли вот они сейчас быстренько я проскочу они идут они летят все это прилетают светл первое что показывают тут это дохлую рыбу вот этот вот главный у них типа масончик но вообще это знать иисуса да как бы за киску подожди самое интересное наверху желтые тряпки тоже символ флаг сша показывают дохлую рыбу с отрубленной головой ребята отрубленная голова схватим их за киску сейчас покажут кого схватить за киску а что такое куда все это убрали самое главное убрали вот этот человек который сзади стоял да он же показывал у тебя в разборе это я называл у меня это было за за ночь убрали ключевые вещи скрипа ёкарный баба я в шоке ребят ребят оригинал этого видоса находится у ли он его разбирал как раз по полной программе был разбор вот подожди группа я в ахере немножко вот он оригинал world order давайте начнем третью мировую вот официальный канал этой группы world order 567 тысяч подписчиков кстати перевод это мировой порядок о чем я могу говорить если клип уже отредактирован убран все самое интересное но открывай свое видео у тебя я сейчас подожди от шока пойду они со вчерашнего дня убрали ключевые моменты с этого клипа что за нахрен рома ты понимаешь что происходит слушай ну дочу что и следовало ожидать все нужное все ключевое убрано значит уже другой сценарий пошел на чек-то этого они решили не не отрабатывать вот эта башня в этом башне уже всех ли вот они все ли уже с этими символами три шестерки 0 пальцами вверх но подожди ну куда ё-моё ладно вот они прибыли шли шли вот они прибыли старбакс сейчас посмотрим что здесь происходит то есть они шли по желтой дорожке и прибыли к старбаксу и вот пошел хорошо хоть это не убрали убрали убрались немножко подожди они было было две секунды четко показано что вот эта желтая дорожка заканчивается а тут они мельком вот она в принципе они как раз стоят старбакс да рядом она была долго на ней прям зафиксировать что она заканчивается она была чуть не секунду там четко показывает что конец желтой дорожки и starbucks сейчас убрали отредактировали этот клип я же говорю убрали ключевые посылы я вас или просто ребят да то есть без перезаливки на youtube с ним уже сделали некоторые вещи оставив музыкальный ряд не но в принципе редактировать там можно клипов youtube уже уже с загруженным видео ну нафига блин мне интересно показали сначала из тут как оставить при этом а звука ряд целым это нужно же в долго-долго мудрится иметь длинный кадров то есть хорошая работа произнес за одну ночь вчера все было в порядке я вах и не просто ладно показывают рынок но тут много чего тоже убрана показывают вот шеврон макдональд идет длинный видеоряд транснациональных компаний логотипов транснациональных компаний огромных то есть это те компании которые участвуют во всем этом участвовали потому что вот сейчас за один вечер я полагаю что-то изменилось ты знаешь что произошло мы тоже сценарий убрали раньше рассчитывал на одно получилось теперь другое мы теперь говорим о другом это не зря это к лучшему все что не происходит все к лучшему но так быстро переиграть вот со вчерашнего выхода клипа видео моего странно ладно это хорош на это отличный знак на что-то работает я прям начинаю немножко воодушевляться вы просто не понимаете подоплеку потом вам расскажу двоим да ладно ну ты знаешь можно я немножко вставлю мы немножко притормозим с самим клипом и посмотрим что в мире происходит самое интересное насколько я не верю всяким вот этим предсказателям колдунам ведьмам и магам вот ванга предсказывала в свое время что войну начнут турки что сейчас и начинает происходить что россия в лупится в эту войну но подожди ты там что-то начнет происходить уже трамп начинает всякую ерунду писать эрдогану это то что из новостей сейчас да нам известно официальных наших новостей таких самых честных и прозрачных вот самое интересное что ванга что сказала турция начнет войну начнет нападать на палестину там на это самое потом попрет на израиль они и так израилю уже угрожают турки да но путин влезет в эту войну что-то там такое произойдет америка туда влезет от гребет по полной программе и типа россия станет самой великой страной хрен знает я как бы вам это объяснить мне вообще-то война нафиг не нужна никакая все переиграли но переиграли не переиграли но военные действия уже турция начала я к тому виду что действительно как бы там не было вот информация ванги откуда она это могла знать но я скажу так скорее всего все знаменитые предсказатели очень знаменитые они просто знают сценарий и вот так вот выкидывают людям также как вот эти клипы допустим да в начале одно показали потом раз это все удалили но может быть это и произойдет может быть просто убрали из клипа ключевые вещи то есть они своим показали обычно же они общаются фильмами передачами всякими тайные знаки передают да вот что в мире которые масоны ездаем пусть они масоны либо иллюминаты неважно что это за общество но они просто делятся как бы друг с другом и передают информацию именно путем видеоклипов путем всяких телепередач до знаки знаки именно вот еще тут хорошие марки разные я чему да даже библия это тоже предсказательное программированию очень много есть элементов вот кстати интересный знак вот что они хотят показать вот этим вот они падают отрывают все сиськи давай начнем третью мировую и по очереди падает снег вот свинья золотая но почти телец снова богатый сделаем америку вот тут оставили это же как филигранно нужно поменять чтобы кое в чем осталось где надо где какие знаки как это убрать они все-таки подкорректировали вот они молятся и по свиньи золотой кошельку вот он вот 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 интересный момент подожди ванга агент госдепа вы ослы ушастые а ты отправляешься в бан на некоторое время поддерживаю за за прямые оскорбления не высказывания за прямые оскорбления не надо сирать чат у нас здесь культурная уть в общество и извинился если ты такой то иди куда-нибудь другое место пиши вот как хороший момент трамп со своей речью и прямо над огнем над камином то то есть они его поджаре это просто послание такое вот открытое намек может быть жирный такой потому что травм он представитель страновой элиты сша который не хочет идти на заклание который пытается сша как-то вытащить отделиться убрать статус державы сохранить себя как страну он не хочет чтобы с ней с ней было то что и уготовила мировая элита скажем так элита назовем это пока элитой называть иначе рано это я своих фильмах чуть позже назову что это и как это все работает так вот трамп хочет сохранить страну с большим трудом его туда пропихнули группа вот именно страновая элита сша которая имеет свои интересы и это не очень не нравится мировой элиты которая делала ставку на принту вот есть такая версия на силу ли если пришла хиллари было бы плохо все мы в первую очередь россии я думаю но хорошо их стран с теми людьми которые за ним глобально ничего не меняется но по крайней мере передачка есть и вот им это не нравится политика потому что он не подчиняется мировой элите не во всем скажем так хотя общая политика она единая вашингтонский обком никуда не деться чик чик подожди сообщение обработано андрея кимов 3 11 будет праздновать день рождения он требует переноса войны да есть таких парковник никакой войны мы не опустим осознаем это все это уже не произойдет магия действует по определенным законам и скажем так если мы осознали выразить свое мнение с нами этого не произойдет главное высказать свое мнение мы против потому что молчание знак согласия нужно громко сказать пошли вы нахер со своими войнушками потом мы громко скажем гости незваные детей отсюда пока мы скажем ваши планы просто не пройдет за сейчас скажу свое я хочу сказать любой кто призывает к войне должен быть уничтожен лично сам войне между людьми да да это мое личное мнение и вот интересный момент снова повторяю то что было японцы в скученности типа живут слушают и вот конец уже конец и тормозни тормозни тут есть наш флаг флаг украины в нашу подожди а вот а подожди желто-синий красный да а вот смотри или какой он или а это вот интересный момент смесь какая-то до получать смотреть вот левый нижний угол там есть желто-синий красный или он просто желто-синий а дальше красный какой-то как ты думаешь левый нижний и я не вижу он желтый какой-то красный но желто-синий да вот не наш они же одинакового размера все сдать флаги здесь они одинаково одинаковые значит они я просто вот за что и думаю смотри а синий желтый это человек флаг у наверху короче верхний правый угол там есть синий желтый рядом с канале по моему а наверху вот я вижу похожий на российский флаг кстати да справа плохо искал да наверху российский флаг есть рядом украинский подожди нет не на верху белый синий красный вот самый верхний ряд справа налево идешь он 4 или 5 получается бело-зелено-красный где зелено бело-синий красный наверху самый верхний ряд видят хохлядский нет это это не украинский флаг на втором ряду не украинский флаг украинский он желто-синий да он другой вот китайский флаг вот еще какие-то 2 и вот вот это наш флаг и причем он помятый блин вот я не хочу быть одним я не хочу я человек я живу на земле я четко заявляю составителем этого идите вон на хрен я отрицаю не принимают вас не вы я вообще властью ли не власть единого мозга единого сознания нет у меня свое сознание своя душа я боюсь за то чтобы наши народа не пострадали не украина не белоруссия вот понимаешь как бы сказать вот хотят войны пусть убивают друг друга вот те кто начинает эти войны пускай идут куда подальше от этих городов от земель вообще на север пусть валят и там что хотят друг с другом делают не надо вообще людей у нас на юг не вообще пусть отсюда с нашей земли с планеты просто все-таки планета валят на хрен и они не могут друг с другом воевать это одно сознание чуть позже объясню все масоны этой части 1 вот масоны части 1 да они едины это их выбор пусть они под обманом и не сказали они потом горько сожалеет но выхода уже нет а я сам по себе я отказываюсь играть в эти игры но и самое интересное что да вот российский флаг и он помятый то есть россии достанется больше всего может быть паранойя но это не значит за мной не следят если вас паранойя не знать что за вами следят что-то не так давайте подумаем что за хрень они нам уготовили и ничто не помято и вот мировой порядок давай начнем третью мировую русским по белому огромными на весь экран мировой порядок начинает третью мировую и вот сейчас она погаснет от 34 она идет ровно на две секунды то есть на пару лет на думалка это будет что за хрень как вы думаете потом другой клип подберем там вообще интересно ваше мнение наше мнение что они охренели уже в край либо это либо этот клип вообще полная издевка просто над людьми и ничего никогда не будет либо либо наоборот смотри сколько марок вот ты не можешь логотип допустим макдональдс в своем клипе разместить это коммерческий клип ты типа получаешь деньги за это то есть без их согласия не получится а там их несколько десятков макдональдс старбакс шелл шеврон аэропорт и так далее ты заметил что большинство логотипов какие-то уродцы посмотри на макдональдса клоун конченый старбакс это вообще мелюзина дали как ее называют сирены да еще их называют сказки а два хвоста тоже имеет типа два корня другой символ то есть это сми мифологии вообще не связано там другой смысл как-нибудь доберусь просто у меня там больше полсотни фильмов в плане не знаю за что хвататься плюс еще он лызочный канал ну постараюсь выкладывать что смогу мелюзина это совершенно другое старбакс это определенный нехороший символ тоже ладно куда пропал женя женя мы скуки я здесь хорошо ты хорошо разбираешь кипы например вот кимбру хорошо разобрал я думаю тебя получится расскажи чтобы думать по поводу увиденного ну я с этой группы вообще незнаком первый раз узнал когда стал то ее разбирать я не знаю сколько она существует мне кажется это не такая давнишняя группа 14 год точно потому что пятнадцатом году есть клипу мы все станем едиными ну мировой порядок же хрен лишь там и было еще 7 и один клип хорошо идет на фоне нотр-дама не танцуют эйфелевая башня где-то в гамбурге и так далее но на фоне старых зданий слушай я не удивлюсь что эйфелева башня скоро завалится все может быть потому что это огромный маяк и тоже может легко восстановлен как источник электричества нотр-дам же под уничтожили немножко да 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 и уничтожают наши все зажигают целый целый квартал даки сошли в бангладеш вот я когда там был и так далее то есть уничтожают плюс египет да вот музей был уничтожен много из артефактов было уничтожено случайно же бывает ну да что ж у меня есть видео пожара в нью-йоркской церкви где из rose windows вот этого красивого окошка пламя идет около четырех метров перпендикулярно то есть скамейки в этом храме не могут так гореть это химия там горит и оттуда вырывается пламя как как из реактивного двигателя это как будто не rose windows это окошко круглая фазоинверктор а просто какое-то сопло огнемет или не знаю паяльная лампа и это было совсем недавно это не случайно прямо в центре центре нью-йорка сжигают костел католически так называемый идет зачистка массовая и тут они танцевали на фоне нотердама и тоже не случайно чебурашка интересуется интересно почему храмы не начали уничтожать как артефакты прошлого я сразу отвечу потому что много храмов новоделов так их уничтожают храмы настоящие уничтожают старые открывают новые потому что мы просто как как помолиться потому что исаки у которого три купола гигантских средний это сделанный но для резонанса 3 средний из амальгамы тучи с золотом это там сотни тонн золота новости слышали до что делали в храме ильюх извини что перебью в храме когда делали реконструкцию этот ртуть потекла до со стен и где в каждом храме я начал google тут храм сотни сотни сообщений таких в новостях то есть в стенах старых домах везде была ртуть везде абсолютно закладки тайн вот это вот так называемая тайна ртуть увеличивает вообще волны прием она может увеличивать электрические волны особенно если вибрации куполам задать то вот это вот насыщенность она повышается то есть энергетика повышается человека и не всего и начинает работать абсолютно все так вот теме твоего ртуть и снимать и хочешь убежать от того что меня сейчас гложет буквально потому что все предотвратить это разбор группы но о политическом поговорим чуть позже ртуть и да так вот уничтожают чебурашка уничтожают разными способами включая запрет на использование то есть как будто бы еще целое здание центре города стоит памятник архитектуры объявляют его памятник никому не дают использовать запретительными мерами там обложат такими запретительными мерами чуть ли не восстановить якобы теми же методами как как это было построено то есть официально относительно с яйцами как-то было да вот теми же технологиями ты все восстанови ничего не делай не дыши с этим использовать нельзя и пусть стоит разрушается то есть никому не дают использовать вообще из куда же попытается это будет очень он он пожалеет об этом потому что замучает проверками и так далее и так далее все старые дома так называемые фабрики даже где который можно еще восстановить под беспроводное атмосферное качество уничтожает в россии везде в центре всех городов таких да не полно их все уничтожают исключение питер потому что там ну целый город не уничтожит хотя там тоже сносит тоже сносит вы не поверите в том количестве это незаметно потому что исторические центры все погуляют они исторически и в москве тоже уничтожают старое здание полностью надо под видом реконструкции да и все же ерунды говорили там же как труд и дают якобы никому не использовать какая-то фирма якобы выигрывает тендер она приходит начиная с того что сносит все это здание исчезает все привет дариус но я вообще все говори а то ты молчал долго добавить про еще раз напомнить про такую момент как вот за и лет и в рязани еще не был я был я не не поснимал я тут рядом могу смотаться вот там есть успенский собор в кремле главный он центральный собор и центральный так скажем резонатор генератор так вот там внизу на втором этаже его специально закрыли полный доступ закрыли там полностью закрыли металлическими ставними просто листами обшили окна вернее это не окна это арки были их переделывали в окна и там типа ведется работа реконструкцию вечно да а да оказалось там кто усмел кто успел туда проникнуть засняли там такие вещи как вот среди этих массивных колонн как бы несущих были протянуты то есть насквозь они все соединялись не не двумя как мы видим храмах не тремя там четырьмя а буквально испещрено все было металлическими связями вот этими машинами только ведущими там их было такое количество их всех срезали все я в волхаре показал один храм реконструкции он в советское время как склад использовался но вот сейчас еще там осталось это и там буквально через каждый метр 4 торчали то есть их уже посрезали а но они у стен то еще торчали плюс стена во многих храмах там у нас сеткой сетка фараде она вот и там на окнах а теперь давайте вспомним извините опыт теслы он же находился в сетке и его током не било но электричество било по этой сетке обращали внимание вот так и были все дома устроены ребята то же самое находится в этом храме где все таки можно проникнуть когда служба идет там там на колоннах сейчас наверно уже все замазали но в прошлом году было хорошо видно как там такие же связи их было много прямо обрезана все мало того там еще внизу было отколуплено и были было видно медная вот эти медные каскать обмотка причем толстые такие шины были широкая и колонии идет и закладки с артутью они были не только наверху в яблоке они были в стенах как правило 4 вот опорные и они были в основании потому что с земли тоже нужно качать это плюс а сверху минус может быть наоборот на это неважно и вот волны шумана в резонансе до сверху вниз они постоянно ходили то есть не нужно ничего вращать плюс-минус менялся регулярно вот туда-сюда колебательный контур образовывался церковь это большой колебательный контур с рупортной антенной координатор деньгуются который работает и делают такое насыщенное энергополе а дальше уже его по поводу слова или бать это не мат кол это колу двигать вибрации новость хотите друзья дмитрий супов написал вальнодумец сказал что всем станет стыдно и каналы но я перефразирую которые говорят о энергетике прошлого авторы этих каналов закроют свои каналы после анонсированного грядущего видео это кто сказал вальнодумец о какой смелое заявление главного отчика нашей страны интересно ну не знаю насчет плагиата человек который встретив меня в питере и говоря с юрой не гагарина в питере чуть ли не матом крыло реагировал на слово атмосферное электричество свободная энергия и вот сейчас поговоришь с юрой не гагариным он его же слова себе в клип вставляет и сейчас он великий эксперт миша я очень памятник при жизни к культура мы тебя при жизни даже эти святым станешь миша то есть это человек который я у которого сначала не было долго атмосферное электричество потом это были шпили для громоотводы про антенны немножко поговорим может быть после моего курса антенны хорошо слава богу хотите я маленький прикол скажу я очень хочу чтобы все все каналы начали говорить про ртути роль ртути про антенны пускай для себя называют при открывателями и хорошо хоть начали говорить про волноводы и акведуки что это на самом деле перед передатчики энергии и вибрации ребят можно я сейчас демонстрацию сделаю илюха я покажет тебя конечно но я вернусь к нашей да 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 обязательно я буквально немножко давай давай жека у тебя видно сейчас видно ребят dns магазин не реклама магазина обращу внимание просто на одну вещь беспроводное зарядное устройство теперь расскажите мне к чему она относится это относится просто к обычному электричеству или это атмосферное электричество как вы думаете если между предметом который потребляет электричество заряжается и предметом который отдает электричество есть зазор и они не касаются друг другу это вам случайно не первые попытки произвести беспроводное электричество беспроводную передачу энергии это самое простое что у нас сейчас есть на данный момент это самый просто вот но это только начало беспроводного вообще электричество рома но источник-то проводной источник проводной но подожди дороги уже и зарядки да уже есть дороги тестируют электромобили который будет подзаряжаться и брать энергию от полотна по полотну будет транслироваться да она то понятно я немножко к другому говорю это передача уже энергии но и зарядки то это дело можно и не с розетки не электричеством который идет по проводам это можно все добывать из воды из воздуха электричество путем преобразователей которые из полтора вольта в 5 делают из 5 делают в 20 вольт так можно поднять и 220 напряжение хоть 40 тысяч важно сила тока силу только ты не силу я возьму я все равно буду я вам все обещал обещал я буду делать этот опыт я увеличу силу тока и я уже с китая заказал и преобразователи несколько вариантов с нескольким вольтажом от от малого к большему и я я вам обещаю я запущу и у меня будет комната освещаться на халяву освещаться то да но это химически это как то что ты делаешь это ну это простая вода будет простая вода из речи пилоса подними антенну наверх но правда если там будет ртуть то она конечно будет работать но только с ртутью но к тебе придут да мне ртуть не нужна я и так увеличу ток я уже пробовал и тем более у меня скоро видео выйдет андрей тертха готовит видео со своими экспериментами и я это эти эксперименты покажу как вообще можно просто освещать дом но понимаете вы даже за лампочки теперь платить не будете по крайней мере это все очень просто делается кстати интересуются кто такой илья илья это илья мамаев канал цельнозор занимается атмосферу пушками занимается занимается исследованиями прошлого так что ссылочка на канал будет в описать в описании вот стране роскошные пушки роскошные просто ну мы все делали такие видео пушках у нас это есть и узи и уже не макарова жить пожалуйста а я конечно не хочу этого человека пиарить и потому что он для меня никто пустое место но где он заявил этот вт что типа он у всех за этим роликом прижучит что за смелая такая хрень выскочила из головы интересно кстати пожалуйста где-то есть труд или такой же казанул блин вообще да аккуратно надо быть потому что есть роли которые специально в комментариях подначивают каждого из не не а я не позвал конкретно кто это вы не заметили так что ко мне не придраться не важно не нет с горы и чё дальше джей подожди не ведись ты тролли пытаются нас всех рассорить нет 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 не надо стоп дайте скажу да дайте скажу ребят дима не является троллем он мой хороший знакомый тут вопрос в том что я хочу одну вещь ребят сказать вот давайте я про другого нет это я понял ну просто он информацию сейчас кинул мне уже об этом говорил действительно это это очень интересно посмотреть конечно не буду ждать с нетерпением это видео можно одну вещь скажу с выскочкой быть и пиариться так что пошел жень весом у нас многие законы вообще знают наши уголовные до упк и черных я себе объясню одну штуку ребят вот короче есть понятие как мошенничество что такое мошенничество 158 до 159 по моему так и чему объясняю короче если такие сайты которые обманывают людей берут деньги не возвращают это как опционы аукционы всякая хрень такая да это мошенники их ловят бывает их садят но в интернете это сложно сделать но смысл какой если человек рекламирует или продвигает мошенников неужели он сам не становится мошенником как вы думаете давайте просто суть просто тупо по закону рф по уголовному кодексу человек который рекламирует всякую хрень которые люди которые обманывают людей ну мошенничество это и казино и все что угодно они сами являются мошенниками это пособничество совершенно я перестал испытывать уважение к камушкину только после после того как он начал рекламировать мошенников неужели человеку денег мало мошенники платят хорошие деньги за рекламу но рекламировал ты казаков но и рекламирую дальше эта игра ничего тут в этом страшного нет там люди хотят вложу донатят хотят не влаживают но это мошенничество то что было дать я считаю мошенник все так что передайте жук мы не мир мы не мир этому волан-де-морту имя которого нельзя что значит все его потуги это такое пустое место пар и ноль так что жень да какая оператор есть хороший принцип извини но есть хороший принцип подобное притягивает подобное и как правило случайных людей нет случайности ну не бывает ну как правило да и у каждого все таки есть свой определенный контингент слушатель то есть уровень автора и уровень зрителя он совпадает и ну и сложно из болота тянуть бегемота все как там не хочет ну что ты сейчас этим сказал доказал и мнение этих людей которые не знают элементарщины которые как дети ломанутся но это это их выбор собственно их опыт будет что и наколят и в результате этого канала они пришли и обмануты но будут умнее миша молодец допустим и другие ряд людей на неделю ты дел мне пусть тяжелым путем для этих людей но мы ну называется свои мозги не ставишь свой опыт тоже не вставишь а люди сами должны понять мне кажется и у тебя есть твоя аудитория определенного меня уровень частично они как круги рада пересекаются но частично по каждого своя полнейшая своя буду очень рад если подписчики моего канала кое-как уже там более 35 тысяч не будут постепенно подписчиками других каналов которые типа и гнатенко тролль который говорит что все было официальные лопатами звездные крепости делали и так дали много стоп стоп вот я хочу зачитать каждого сазонова ребята давайте по теме хватит разговаривать ни о чем вот я о чем мы говорим что мы говорили сейчас о пустоте в пустом это не это не что о чем сейчас говорили давайте по теме закончили пиар этого пустоты пустого места назовем не расшарить экран сейчас я попробую как это сделать чтобы знать уже потерялся о пустоте и говорить ни о чем не очевидно мой край пока не пока не видно давай попробуем сейчас а вот теперь видно отлично что вы видите просто проверка пирамида отлично вот следующий клип это замечательные группы не пройдусь а потом просто поэтому немцы он другие вещи показал начинается клип к вопросу ты говоришь они насколько они древние да может быть новая группа это раскрученная блин группа оказывается в англогрин разычная и в азиатской среде потому что они на и в таиланде делают вот вот тут и вынджер по джапану исполнит айлам они и в корее были и так далее и тут их еще 7 и вот называется следующая фаза дислайком на всякий случай следующая фаза и вот начинается с того что они на фоне пирамиды шагают они пошагали находит пирамиды на фоне нотр-дам я не верю я не верю в то что веришь ты вот они из одного упал дают другое съемки на фоне нотр-дама не так уж просто организовать вот фонари кстати беспроводного и качества я пока не хочу разбирать что начать жест но ничего хорошего вот они и разошлись я не идут как танк везде во всех своих клипов вы не живете полной жизни в общем там много чего можно разбирать и просто пример того что клип пятнадцатого года сначала на фоне пирамиды этой масонской искусственной но на самом ничего масонского нет они много себе забрали вот на фоне пушек он толкает как бы пушки и происходит некое падение то есть тут символ на символе символом погоняет и как-то вот это вот раньше было давайте прекратим раздоры пока все что вот они показывали как-то видоизменилась но передам сгорел что такое убирали в правду у меня к тебе просьба не больше трех секунд все 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 да да хорошо и вот они все единообразие делают затем на фоне этого и не арки знаешь что я скажу по поводу этих товарищей они везде изображают синхрон синхронные движения роботы да пусть они изображаются неких роботов во первых во вторых то что все будут все все хотят под одну гребенку взгорести все были как он называется новый мировой порядок да вот они это здесь везде показывают вот они давайте двигаться на следующую фазу и там я могу сказать что я могу сказать что подобных клипов в разных групп я их просто даже не знал может просто будучи сидя в бургер king и пия там кофе я такой иногда делал там раньше крупили клипы разные и вот таких тем там например одинаковые люди в одинаковых одеждах идут вода или маслоны можно да 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 прямо все 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 показывают это серое общество однобокое однообразное его смотри что они говорят извини вот вот тут давайте сменим стены они на фоне арок и на фоне этих храмов волноводов конечно конечно не просто там эти смены хотят стены хотят сменить то есть они хотят уничтожить окончательно то что было раньше и не в открытом этом говорят то есть они 3 снести все памяти всю нашу память все античную архитектуру то есть весь все упоминания едином когда-то глобальном мире о другом мире до нашествия до 19 века ну твари ну что давайте это осознавать давайте делиться показывать всем беспредел бардар на все ссылки у меня под видео давайте немножко посмотрим поставим дизлайки хотя бы хотя бы осознаем что они нам закладывают мозги всем женя от клипов мадонны да вот есть ее выступление где она там и сжигает мир и всех убивает и всех сдувает на концерте там под ним столько дизлайков что-то реально люди понимают что она показывает и они понимают что дизлайки заслужены вот а здесь что-то слишком много лайков и это хороший знак и давайте немножко работать рассказывать людям чтобы больше людей узнала не осозналась и что-то может быть изменится потому что нас грубо говоря приговорили идет нехорошие процессы и нужно хотя бы это осознать вот они как единое целое действует вот они пока показывают типа никую разницу но все действуют в одном стиле как как змея какая-то здесь здесь да но они показывают некую сущность корону же не ты знаешь эти зрителями а потом расскажу да самое интересное они вот потом вот сейчас покажут все единое целое все они стали одним вот на этом клип заканчивается охерели у меня слов нет одни маты остались это просто пипец эта группка но она очень хорошо пиаре пиарится очень хорошо просто в азии это какой-то не знаю ее всюду толкают непонятное дело какие силы и толкают и это не просто так у нас тоже такие есть но об этом чуть позже но вот вот это для меня было позавчера откровением я думал делать клип не делать потому что там еще и кострома и иванова у меня ждут и еще много чего но вот решил сделать проекта потому что но это требует некого нашего всеобщего участия сознания я надеюсь что другие и начнут все-таки заниматься не пережевыванием не блужданием в лесу и перечитыванием деревьев без вывода что мы в лесу все-таки сделать что мы в лесу и пора двигаться дальше от изучения прошлого придут к настоящему да ребят тут вопрос интересный оксана довгучиться интересуется они могут наше внимание так отвлекать от чего-то другого наше внимание отвлекают от чего-то другого другими клипами на уровне сознания все это знать не проходят вот на наше внимание выключают ритма выключают другими вещами видеорядом которые идут а второй смысловой ряд вот то что я рассказываю потому что он проявляется только при анализе и при покадровом просмотре без звука вот я хотел тоже зачитать максим филин привет ты из лес прилетел наверно где у вас логика у нас логика с логика все в порядке ты наблюдаешь ее клип алла пугачева еще прокомментируйте ты нас мало смотришь мы уже комментировали просто я удалил те стримы с аллы пугачевой где в клипе на советском клипе она показывает что она из их же числа из масонов там все четко показаны и мир и кто над него царица и что она знает что-то но прикровенно это показывает так что максим советую посмотреть ее клип как же он называется мадонна волшебник нет алла пугачева пугачева да это что мадонна что пугачева их уже музей давно пора сдавать того времени мадонна советского пошива да 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 она назначили на эту должность но в советское время же много что копировали машины копировали компьютерные игры копировали даже просто единый источник транслировали да то есть это был источник сигнала радиостанции были вот в каждой стране своя грубо говоря и все было одинаково как сейчас идут эти телешоу одинаково с одного источника в каждой стране там миллионеры этого долбан или по на острове там они слабое звено и так далее это все с одного источника и в ссср и сша было все одно и то же у нас пионеры там бойскауты и так далее все под одну гребенку абсолютно вот она была назначена не самая красивая не самая хороший голос когда ли но вот и лег такое впечатление будто у нас все одно и то же только название разные у кого-то коммунизм у кого-то демократия у кого-то там зен-буддизм в общем как ничего не ли не решает на самом деле так мы назначили так все и происходит не случайностей не бывает кто-то и верит демократию ну это уровень детского сада даже не школу уже школьники понимаешь выборы это такая свой интересуется почему дома закопаны сразу отвечу так строили да и все вопрос закрыт а давайте действительно верить что есть заговор да есть хуже нет заговора нет все хуже ну все все идет и ребята вы сами подумайте зачем начинают войны для чего кому это надо роли о термо тема же это приношение отдельная тема будет позже сейчас давайте не будем отвлекать так ребят буквально минутное отступление по поводу рекламы как ее надо делать я допустим денег не беру за это я выключил монетизацию и не не я не за это говорю я имею ввиду вот все все кого я рекламировал у себя на канале это все сделано бесплатно от души потому что мне это нравится объясню ребят у нас сейчас на экранах же не включают демонстрацию хорошо блин за малым чуть стрим не выключил ну ребят у меня ссылочка в описании под видео обновите в общем нашу беседу обновите страничку и она появится зовут антон совчук у него всего лишь 9 но около 10 тысяч подписчиков но человек бесплатно за свой счет ветераном инвалидом делает ремонт и допустим либо в одной комнатке либо в кухне но он это делает и вообще честно говоря чем больше людей его будет смотреть тем больше у него будет монетизация тем больше у него будет возможности помогать людям советую перейти подписаться ссылочка в описании на этот канал вот так это делается и здесь обязательно все вот видно да что колокольчик сейчас же новые правила в youtube кстати всем советую пересмотреть как это у вас настроено ставим все оповещения что три варианта и один из них вообще непонятно зачем я сейчас же не тоже скину чтобы он у себя на канале разместил ссылочку я тоже размещу вам извините несколько человек мне написали что вот этот вот верхний колокольчик у меня не ставится то есть обо всех не оповещать и вообще моем канале никого не оповещает youtube почему-то сволочь такое бывает а у меня мурзик проснулся короче это мальчик он уже в порядке прикольно у него буква м черным таким вот ярким цветом выражена да вот шерсть прям буква м на лбу вообще прикольная фоткну завтра приколюсь скину сообщество но опять же повторю друзья действительно стоящий канал вообще надо обращать внимание на тех кто делает все от души те кто идут за бабками это это совершенно отдельная к статье вообще ничем не глумятся и обманывать людей то есть путем рекламы обманщиков мошенников так что вот как-то так но опять это мое мнение в общем переходите подписывайтесь обман может быть другим способом потому что youtube раскручивает определенные каналы которые мягко говоря помогают официальной истории и абсолютно не рассказывают а ты нативные точки зрения либо они банят ну по крайней меня пытались скручивать просмотры убирают из рекомендованных и так далее но раскручивают то что поддерживает точку зрения официальной истории вот еще один способ мошенничества то есть явно люди говорят что ну якобы говорят о потопе на самом деле поддержки официальной точки зрения не либо заводят тупик это впечатление что вот ну нет ответа как же это все происходило и вот такое youtube чтобы просто людям запутать мозги поддерживает в общем друзья творить добро можно по-разному можно действительно вот человек делает добро человек помогает ветеранам ведь мы прекрасно знаем что государству не нужны не ветераны не многодетные вообще нафиг это ничего никому не надо со скрежетом землю выделяются скрежетом дают помощь поэтому помощь может быть таким образом перейти подписаться ставить лайки репостить видео по крайней мере чем больше будет у человека просмотров тем больше у него будет монетизация с этих денег он может больше помогать но большему количеству людей я думаю это будет правильно так что ссылка в описании женья тебе тоже сейчас кину я сейчас у нас наш общий чат кидаю ссылочку на этот канал все они в сообществе размещу включаем друзья включаем тогда видео включать демонстрацию люха сейчас попробую но это видео можно демонстрировать потому что она как бы свободный автор для свободного допуска всего сделал так видно пока нет все видно вот то есть он много чего показывает лисяка привет вся колыбака мабас привет от баба яги чего я запах человеческий носки с ними иванушка так а вика чё говорит всем всего хорошего это ты чё с баньки что ли или просто здороваешься так ты кому да вика пишет всем всего хорошего а вот этот человек он на немецкому и на английском тоже есть субтитры он рассказывает о то что будет светле и что это не просто в одном клипе там вдруг он показывает из разных фильмов вот военные игры например как это все происходило что происходит как числа это все как это европейский как американский потому что америкос немножко иначе шторм то есть это в четырех фильмах в этой игре фильме который именно в это число 3 11 ты понимаешь чё блин происходит да показывают войну нам показывают войну третью мировую за время не забывай пожалуйста не забывай пробанят наши как говорится смотри это может пробанить кто-то забанить тот канал видео повторяется для этого нужно нет илья ты не прав сейчас новая система алгоритмов фишка такая если сам алгоритм заметил чужое видео он сам тебе кидает strike так что все забудь про то что авторы могут кидать только этого уже нет ну вот red down не такое было red down я давно смотрел и и там действительно было показано что там именно все ли именно все это происходит там корейцы каким-то непонятным образом а галифорния захватили захватили америку которая сверх защищена и сверх шпионство там сверх технологии не допустили бы этого каким-то образом они вдруг появились там ru россию приплели что мы там тоже участвуем в этом то есть мы там то ли оружием им поставляли чтобы они захватили то ли еще то есть нас там а как всегда за злых выставляют смотри оксана довгучец написала нам также показывали 2012 я в принципе с ее мыслью согласен многие бывают фейки даже помните как нам вообще миллионим пророчествовали двухтысячный год у них просто получилось не там не да по-моему специально вот постоянно надо людей в напряжении держать по-моему это скорее всего с этим связано что постоянно чем-то пугают это просто запугать чтобы на нижние чакры чтобы энергии подойти это все другое немножко тут как 9 11 случай программирование провод программирование другое вот здесь случае программирования и на те ту вот она показывает в мультиках как это все будет символ седла вот эта башня где вот это якобы летающая тарелка каким образом это все будет это все показывалось ну как как симпсонах симпсонах много чего тоже показано потому что это непростой мультик дает он тут разбирает как это все будет как это все будет в разных фильмах как нам капают на мозги вот уже башня вот она от ядерного взрыва что-то с ней происходит и диск сиэтл с огнем борется про сетских пожарных фильм станции 19 вот как якобы начинается потом что происходит и так далее что так будет 3 11 все это есть фильмах уже все есть фильмах где это будет происходить с участием каких людей и так далее но в тех же люди в черном там показано это все было там тоже вот эту башню показывали так что кстати по поводу добра я перестал пока этим притормозил заниматься по поводу сборки компов там передачи многодетным потому во первых очень много семей естественно многодетных до которые не пьют нормальный я как бы сказать ну ну не знаю прав я или нет это решать только окружающим но алкоголиком я не помогаю вот как хотите по по мне так действительно может быть лучше будет и сами в детдоме детям я я об этом имею ввиду потому что сами до себя топят но почему я приостановил перед выборами недавно жда наверно кто постоянно на моем канале знают и мы передали компьютер многодетной семье на концерте просто концерт попал перед выборами буквально перед выборами он не был связан с выборами во первых назвали эту пугну добра сборку вообще помощь от нашего канала это живут друзья тоже скидывали деньги да на сборку аналитара вот мало того что приурочили помоги собрать ребенка в школу общероссийская какая-то там акция были но это вообще конечно смешно и плюс ко всему почему-то взяли и назвали человека который выдвигался на главу совета на главу сельсовета или как там округа прочнокопа устроили такую ерунду в полицию вызывали ну ну дурдом короче получился в общем не делать добра не будет зла так получается они сами стараются сделать так чтобы никто ничего хорошего не делал в этом мире глобально до для этого власти поставлены но я хочу сказать так друзья если если вы все-таки будете помогать если у вас есть желание у меня есть еще много достаточно семей я узнал адреса узнал номера телефонов у меня есть многих семей вот в принципе можете скидывать деньги ссылочка у меня на канале в описании на канале глобальный вопрос там и карта сбербанка и donation если вы хотя бы по 20 30 рублей кинете мы соберем какой-нибудь компьютер полностью сборе то есть монитор системник мыши отдадим бесплатно людям у людей допустим пять шесть детей ну не каждый в состоянии даже пять шесть тысяч потратить на компьютер понимаете а в школе сейчас последнее время это требует да и просто по не получается так вот человек которого я показывал да он умеет делать ремонты хорошо вот он этим и помогает людям я умею очень хорошо собирать компы то есть никто никогда не жаловался на сборке вот как-то так и будем передавать действительно это тоже помощь у кого-то вещи есть детские игрушки есть тоже свяжемся я вам адреса дам хотите адреса напрямую хотите через меня разницы никакой не будет вот все будет вручаться под видео не потому что мне это так бы какой-то пиар дает эти видео почему-то не набирают вообще даже тысячи полторы просмотров а ну нафиг никому не надо я так понимаю то есть добра в мире мало но есть конечно люди благодарю тем которые помогают кстати вчера пришла 1000 рублей но не подписано от кого даже что очень жаль но благодарю того человека который прислал это хорошо поможет на поездку так что я надеюсь что вот 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 уже на следующей неделе я поеду в астрахани но конечно по карте я посмотрел офигеть как далеко вот как то так опять же скажу то что я зарабатываю сам мне мне этого для жизни хватает но чтобы купить покушать оплатить за коммуналку мне этого хватает мне большего как бы не надо мне это нафиг не надо если присылаете на помощь и обязательно это все это направляется непосредственно человеку к людям в семье то есть я у себя эти деньги не задерживаю я не из тех людей и опять я не буду никогда рекламировать опционы всяких мошенников никогда в жизни запомните это вот как то так а те кто это делают это мошенники это по всем параметрам мошенники 159 статья плюс группа лиц пытаются нашли на всем этом заработать хотя у них и так с деньгами все в порядке у тех людей кого могут упоминали да еще и пытается извините обгадить нормальное значит дело то есть наше общее дело да и как бы и конкретно допустим конкретно каждого из нас пытаются охать ну еще раз заявляю ничего не выйдет мы отрицаем их посыл и возвращаем и его обратно это их и останется только у них вот и все и на этом . ну честно говоря я давно уже одну во первых я был подписан я уже отписался тот смысл такой либо либо ты занимаешься вот 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 есть как говорится внутренняя тяга ну призвание ты занимаешься альтернативной историей но и занимайся на какой хрен тебе денег что ли мало я этого не понимаю некоторые делают уже очень очень явно видно что делается бизнес причем отключается то что людям нравится то что поддерживают youtube потому что деньги идут от ютуба и все все то есть дальше тебя ведет youtube то есть видно каналы которые продались они резко начинают получать просмотры кунгуров который реально серьезные вещи делает мотается по тайге показывать терраформирование огромный ему респект уважуха просто низкий поклон действительно у меня к нему двойное вот и там 8 10 тысяч да я мотаюсь вот купил покупаю там антиквариатные антикварные вещи мотались там по разным местам показываю следы ядерных ударов тульской кремль в тульской кремле в питере много чего в иваново костроме и так далее сейчас по метро будет надеюсь рома на 9 по метро по метро надеюсь садов будет чеш будет 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 обязательно хорошо обязательно вот тоже самое у жени да есть хорошее видео просто уникальный а их специальных гасит специально благодарю извини 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 илюха секунду дарюс написал уважаю вас уважаю вас ребята взаимно ребят друзьям у нас тоже к вам огромное уважение все продолжай так вот бог с ним с ютубом который крадет комментарии в ленте главное они мне есть сейчас секунду буквально я открываю вот там где звоночек да ну ты понимаешь о чем я не появляется комментарий человека я нажимаю на него чтобы ему ответить и не вижу его в ленте не могу ответить и это каждый третий комментарий так что не обижайтесь если кто-то написал комментарий его не видно я ничего не удаляю кроме откровенных матов оскорблений я хочу ответить людям и не вижу в лиде не могу да кстати появляется в оповещении комментарии переходишь его нет да вот такое но бывает люди сами удаляют они вот напишут главное чтоб ты в оповещении увидел чаще всего это бывает еще и оскорбление вот они напишут почитал нажимаешь переходишь ответить уже не сможешь нет комментария он удален я за это уже обращал внимание кстати вот по поводу сетла любимого замечательный фильм вышел в прошлом году место действия сету про то как разрушен город непонятно чем и непонятно что происходит но люди гибнут рада разрушается города называется где все заканчивается там два мужика на кадиллаке ездит весь фильм не непонятно что происходит военное положение в стране в америке люди выстреляют убивают и так далее но все это на фоне непонятных про погодных явлений непонятных пожаров и непонятных процессов которые уничтожают целые города причем нету по всей стране то есть несколько городов этим как-то затронуты по всей стране нету электричества они 3000 все начинается хаос гражданские беспорядки и начинает стрелять до дуга тем более с количеством стволов по три человек по три ствола на человека в штатах понятно что происходит и об этом весь фильм так вот место действия в сиэтле и вот этот вот человек он как раз разбирают эту ситуацию в этом фильме вот что происходит он показывает что происходит в этом фильме и как это все какие отсылки тоже 344 так далее вот что показывает в этом фильме человек в противогазе даже потому что там какой-то непонятный петлю то есть очень много отсылок именно к игре который будет 3 11 и надеемся живет симпсонов то же самое показывает сезон 3 эпизод 9 потом повторили уже вот это плохой футбол ужас вот надпись ужас и так далее вот это разбор всего есть ну будет следующая часть у меня и вот именно этот разбор сделаю не там буквы джей промелькнула сейчас да и надпись диктор говорит до одного фейту фейт это типа судьба судьбоносный до одного судьбоносного воскресенье в ноябре но это на самом деле будет 44 неделя это все цифра 44 везде происходит воскресенье в ноябре и вот носят ему голову но вот третье оно и есть третье воскресенье это число это воскресенье ноября можно не считать третьего и вот нолик убирается на самом деле третьего не 30 нолик он ничего не значит куба листики и прочим вот оно то есть в симпсонах тоже есть 311 344 то есть третьего числа вот везде везде и повторили это повторили еще в симпсонах еще вот оно третьего одиннадцатого пожалуйста везде 3311 это все в симпсонах а симпсоны извиняюсь фрать не будут что они делали ранее там санача прикольный сериал да думаю во всех смыслах этого слова прикольно потому что много чего интересного слова продумать и да если вот выключить звук и поставить второй смысловый ряд анализировать то там много чего интересного вот тоже что с этим человеком происходит симпсонов нотердам надпись потом он сгорает на самом деле это немножко другу на мой взгляд и на этот ну вот пишут значит бухаем 2 это нотергейм ну бухать вообще не рекомендую да нотердам понятно что его сожгли сейчас очаг покажет это тоже такой же распиаренный и закачанный таким же и такими же технологиями раскрученный чтобы нас подставить теракт скажем так это событие которое потом нашими же силами сейчас отвечу на вопрос тогда михаил таганрог интересуется кстати соседи получается да с таганрога почему двуякое отношение с кунгурова поясните пожалуйста поясняю нет у меня двуякое как исследователь он отличный он крутой исследователь не надо обращать на то как он говорит это не алкоголь он абсолютно не алкоголик человек это я действительно не то что оправдывает а так и есть этому были причины он военный он служил он был в горячих точках есть этому причина такому разговору такой дикции друзья второе мое отношение почему я категорически стал последнее время против кунгурова потому что он рекламирует нот а нот это полный провал нашей страны вообще по полной программе это твое субъективное это не просто мое субъективное я знаю истинные цели этого нота понимаете так что могут быть свои политические предпочтения доходит на этой на этой как говорится волне я с ним не схожусь и никогда не сойдусь а еще он лысый а я волосатый и что началось но как исследователь давай вот на этом ограничимся что он гуру который все это начал я не могу уважать человека который не уважает народ но вот так вот не уважаем пофигу ненавидь подушку но исследование у него супер давай на этом остановимся не тут как хочешь я свое мнение выразил хорошо ладно тебе не нравятся политические взгляды это никого не колышет я же сказал как исследователь он отличный как и твои да супер и как и мои бог с ним политика это игра которую нам враг придумал чтобы мы делали скажем так думали что мы что-то решаем дальше разбор в игре происходит то же самое вот он при зеркальном отображении а это некое за зеркалью и кино и игры да тут российские силы тут разные объединенные силы вот она 311 мировая война вся игра про это разными силами в разных постерах это было в разных играх и прочее лучика света травкой назвали все про все это и везде как и 911 что-то происходит с этим все взрывы все и падение все 3 мировая так далее разрушение то есть это не просто совпадение это раскрутка матрицы накачивание нас символами которые приведут к падению за башню что-то будет все это есть подозрение что это 3 11 но но я думаю что это не обоснованный и наше дело сейчас осознать пока это не произошло осознать и не дать этому произойти вот это вот не случайность и не может быть столько совпадений так стас слабожане напишите что он там мог подсмотреть у теня его говорят что ты вот и у теня его ролик подсмотрел это же плагиат я посмотрел этот ролик в англоязычных каналах это пошло потом я увидел хорошо распиаренный здесь ролик нашего ну назовем как верующего человека у него там 450 я в своем видео это делаю дальше я никого не видел я только у него этого человек который уводит в сторону у него не очень как русское лицо и он сильно в христианскую тему это все переводит что дальше чтобы спастись начиная про христа и так далее то есть он нагнал страху вот эту эмоцию начал переводить я по-другому скажу признак манипулирования я ставсу отвечу это самое мы последнее время сбежавших с психушки не смотрим ну и слава богу потому что с одной стороны всех не пересмотришь другой стороны нет вы пение что мы сейчас всех психушки собственно говоря избежать отсюда сложно проще взять контроль свои руки в нашей психушке и сделать так чтобы это было не психушка все потому что такое впечатление что все-таки психушка она наверху некая происходит это что сейчас творят это даже нельзя черной магии можно я другое скажу в нормальном обществе в управителей но грубо говоря идиотов не будет а у нас по делику очень-очень многих показывают достойных вообще лечиться и кто реально правит они очень а те кто нам показывают это скажем так нанятые дурачки реальных правителей мы не увидим поверь эмиральд сити сиэтл называют изумрудным городом к вопросу о желтой дороге по-английски этот изумрудный город эмиральд сити и это второе название неофициально как у нас петербург называют северной столицы у них сиэтл называется эмиральд сити изумрудный город и по желтой дороге туда шли вот сиэтл умирает спешил шоу и так далее раскручивают раскручивают это а вот в фильме то что говорят все это умрет много миллионов ядерная война северной кореи и на этой фоне вот этого сообщения ядерная война северной кореи говорят а смерть миллионов сетли и так далее то есть слишком много совпадений давайте проанализируем все подумаем и не дадим этому случиться спасибо друзья соратники что вы сегодня стрим решили поменять эту серьезную тему понимаешь зашел на огороде отработаешь президент фундаментальных наук не может лежать в психушке это тюняеве прикольно а кто же его сделал президентом фундаментальных наук этот старый уважаемый педа массов скажем так тоже заслуживает отдельного разбора просто нет времени как из тоже уважаемый такой же про масонский петербург долго рассказ про придуманный салью замечательное видео выпустил все таки надо по нему пройтись а про то как закапывали петербург вот вот его построили и он горит что закопали какую-то карту выкопал где написано что закапывали петербург и карта закопал петербург а он же там рассказывает что даже и асфальт бит из это битый асфальт тоже сыпали ну то есть закапывали чем дома строили выкапывали я на котлованы и главное дело я за слово прицепился за то что он ляпнул что асфальт битый понимаешь в те годы был битый асфальт и уложил мне во первых кто его ложил в те годы где нефть взяли питере асфальт это нефть мазут были ладно смотрите на это взрыв ядерный расколотая полуна какая-то девочка 7 то есть вот это более подробный разбор будет позже это вот город изумрудный а это чеширский код это алиса в стране чудес да и там много чего еще эта девочка тоже там неспроста и там тоже 11 3 11 5 11 3 на двух стрелах которые прям под ноги устрел видите стриму евгения скажите это чё вар русла своим накрылся уже не у тебя стрим накрылся что ли алё смотри и же не нету ничего интернет рубанули не знаю ну это самый большой канал давай это приостановим повторимся давай конец связи и дозванивайся движение семанда тут не конец связи тут надо женю подключить добавить долбить долбить в принципе никуда не не это не отключайся я думаю до двух часов стрим добьем но чтобы два часа сейчас только полтора часа идет стрим уже не всегда может полную версию база себе скачать и выложить потом это да где смотрят у тебя основные дозрители потом я заходил у вас каналы по удаляли бах какой-то а он не нравится не нравится тема мировой войны ты правда надо посмотреть и умножение макара может быть и я сейчас если вырубится ничего себе будет весело представляешь не нравится им это если они клипы им переделали представляю его не у него прервался и канал есть же не макарова фу блин я аж испугался у него со стримом все стрим отрубился и жене нет я смотрю жизнь ты появился у нас нет бывает совпадение бывает что ну смотри он висит как будто он есть может что у него а может быть то что я тут наговорил он решил вообще рубануть стрим сейчас еще и тот удалит евгений не недоступен надо сейчас наверно так созвониться так свет глюканул пишет есть он компьютер наверно загрузил только но сейчас мы присоединим его тогда да да бывает ох уж эти масоны ладно совпадение не думаю я в своем сутриб это вставил в один да 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 я видела страну прикольником то получилось мне мне понравилось конец света был пишут да вы представляете друзья если действительно отключат свет на всей земле вот это точно будет конец света у нас же все на нем завязаны я мало сейчас смогу услышать чего мы тебя слушаем и главное но он видимо наушники к мобильнику сует это хреново на телефоне пока что так что у тебя сейчас света нет мы говорим о конце света и у тебя тоже свет прекратился символично прям так это знак что конец может быть но его не будет ну вот мы о том и говорим нужно осознать как бы глупо и называли сумасшедшим как бы не казалось это идиотским сумасшедшим давайте все осознаем что было показал много-много чего разборки этого человека еще немножко нарыл давайте все осознаем и сделаем так чтобы это не производство просто-напросто давайте несмотря на все провозки в раму женеру показал 311 разных играх в разных вариантах разных фильмов разборки этого человека спасибо ему это неизвестный немец на вопрос для чего он это сделал и как он это хочет все это использовать потому что признаки манипулирования есть некоторые в этом фильме основной признак этой эмоции когда тебе хотят раскрутить на эмоции потом это направить в конце уже загрузить эмоциями на какую-то свою тему как тот человек про на различном канале у озера канал у него тоже символично кстати о это уменьшение озера но кооператив озера понятно какой у нас кооператив о это 0 озеро тоже 0 то есть но тоже своеобразный канал и я бы ему не сильно доверял и вот он в этом контексте он по моему больше нагонял эту матрицу чем пытался предотвратить потому что там признаки манипулирования налицо ну второй признак это загрузка информации то есть научной не нужной информации у некоторых каналов координативные истории скажем так тоже есть эти признаки они грузят грузят на определенном этапе информацию то есть вызывают на эмоции потом грузит мишка информации выключает мозг и потом впихивают свою информацию что на самом деле мы ничего не знаем и так строили есть один канал мой любимый который вот делает именно так и который это канал евгения макарова нет нелюбимый канал кавычках да поэтому друзья будьте внимательны если вас после раскаченные эмоции загружают цифрами значит выключают мозг и есть такие каналы которые вот так делают минимум один и он раскрученный пожалуйста будьте внимательны включайте мозг так у меня михаил теков задает вопрос роман ты либерал и последователь навального нет я вообще навального считаю палочкой отвлекал очки ребят не левая рука борется с правой эта система это все это все система и разделяем власть ребят это левая рука и правая создают видимость то те кому не нравится экономический геноцид который сейчас происходит повышение цен на бензина цель за уничтожение государства устранилось от образования государства устранилось от пенсии и так далее только дерут деньги ничего не и закачивают эти деньги уничтожают закачивают экономик других стран через трейджерис американские закупает через строительство аэс которые никто нам никогда не заплатят через помощь и так далее так называемую и просто через воровство поэтому наши государства называемая создан для уничтожения сейчас население это точно я сейчас очень коротко характеризую вернее отвечу на вопрос но очень попытаюсь сжато и внятно не знайка с марса интересуется откуда такое осведомление о манипуляциях первое мы занимаемся альтернативной истории мы копаем то чего не копают как говорится официальные историки мы заглядываем туда куда они тоже специально скорее всего не заглядывают а либо заглянули но молчат и не говорят об этом первое то что происходило каких-то 200-300 лет назад от нас это скрывают официальные даже сто лет назад действительно что происходило в девятнадцатом веке все подтасовано и сфальсифицировано одним словом и если у нас в странах во всех странах такое творится это везде происходит понимаете это значит первое это не заодно это уже можно сказать о сговоре второе можно прекрасно понять что это какая-то игра ведется против нас против нашего народа плюс отношение к людям по всему миру ужасное со стороны правителей значит о чем это говорит о том что все они заодно о том что существует сговор и о том что назад еще да да и о том что действительно есть что скрывать и есть серьезная очень веская для этого причина я еще раз повторю если допустим народ узнает что их передков уничтожили те которые сейчас правят то есть предки тех кто сейчас правит управляет миром не менее нет тех кто сейчас проект правильно я сказал ну да и те кто сейчас правит я не представляю просто что с ними сделает этот народ поэтому есть ним что скрывать поэтому есть им причины уничтожать нас как говорится как знаете, вот пропалывают сорняки на огороде. Я же за огород с тобой говорил, Илья. Вот так же точно пропалывают людей, то есть разряжают. Обратная ситуация. Сорняки это лишние, а тут получается сорняки самые тугующие. Я к чему веду, что мы для них сорняки. Иначе не было бы такого отношения к обычным людям. Потому что они на все имеют право. У них денег целая куча. Они где-то проворовались, они там 5 дней домашнего ареста получают, а кто-то шоколадку воруют. Вот как пацан украл шоколадку, который с детдома вышел в магазине. Три года, блин, дали. Потому что он человек, его нужно уничтожить, зная и в тюрьме. А тот, кто не смогли скрыть. На самом деле это делают все. А тут надо показать видимость, но своего-то не поэтому ему такое. Дело даже не в двойных стандартах. Хотя эти двойные стандарты, они везде. Ты сказал, что отношения везде все одинаково. Да не везде. Определенные расы, допустим, в Азии, Китай. Что Китай взять? Что на самом деле Вьетнам, где все хорошо? На самом деле я объясню почему. Что, допустим, в Таиланде? Был в Таиланде. Это он потом запишет. Был в Таиланде недавно. Там нет налогов на малый бизнес от слова вообще. То есть открывайся, продавай что хочешь. Дотации для производителей питания и всего прочего. Школы бесплатные. В школу бесплатно дают молоко, чтобы кальция была больше. С 1975 года начали молочное производство по указу края и так далее. Про Индию вообще молчу. В Бангладеш недавно был и, наверное, поеду еще. Их 170 миллионов на нескольких... То есть там абсолютно, не могу сказать, что нет налогов, но сделано все так, чтобы была первая семья, а в семье рождаются дети, а не были разведенки и так далее, разводы сплошные. Там другая идеология. И там люди могут спокойно жить, даже не регистрируясь, никто им слова не скажет. Огромное количество людей без паспортов. Просто живые. они живут на своей земле своим трудом. И никто их не дергает и так далее. Сейчас пытаются, но, скажем так, некоторые в странах людей размножают. Не поддерживают образование, самостоятельность и прочее, но дают все условия, чтобы было много, много людей этой национальности. А потом они вот эти вот необразованные, привыкшие подчиняться и прочее, не знающие ничего, но знающие твердо религию свою, просто размножаются. Ими брызжет эта страна во все стороны. И это делается, на мой взгляд, не случайно. На курсе, а так называемые заговоры. Откуда мы знаем про манипуляции? Ну, в частности, я, да? Все, 42 года, философская аспирантура и 10 лет поисков определенных вещей, изучения. Ну, я думаю, мне есть что сказать. И я вот все, что у меня, все, что нарыл, я выкладываю на канале. Ну, вообще, тема очень интересная, очень серьезная. Жень, ты здесь? Ты с нами хоть? Ну, хоть телефон, это Женя, должен быть. Ну, у него закрытый микрофончик, может быть, сейчас включат. Михаил Таганрог интересуется. Роман, озвучьте, пожалуйста, свое мнение о возникновении вечной мерзлоты и как она может согласовываться с потопом, в том числе со временем возникновения. Ух! Ну, во-первых, можно посмотреть фильм «Послезавтра» частично. Там, конечно, это объясняется, как это все резко появилось. Во-первых, многие считают, что было изменение полюса. То есть, движение оси Земли, изменение. В целом, фильм. Да. И причем это было резкое изменение, благодаря чему 2-3 момента можно. Может быть, действительно падали какие-то луны. Может быть, что-то рвануло так сильно на Земле, что просто сдвинулось это все. Вот. Что настолько уничтожило атмосферу, что космический холод все-таки проник очень глубоко и очень далеко. Да, слишком быстро это все произошло. В мамонтах, в желудках непереваренная трава, да. Да, причем трава зеленая. Перемолотые, все кости у них переломанные, там остатки. Несет на много метров, потому что сверху потом накрыло немножко водичкой и вот все это замерзло. Да, плюс ко всему это движение грунта было с водой. Это все было перемешку. Потому что находят мамонтов как, ну, чуть ли не в грязи, да, грязь замерзшая. Да, да. В воде грязи, но они еще чуть ли не живые. То есть там мясо красное оттаяло. Да, да, да. До сих пор собак кормят. Да, да. Только собак. Они и сами едят. Они тюленя живого нормального закапывают. И через месяц только откапывают, когда он уже пахнет начал. У них деликатес. То есть они еще и сами кушают часто. Видал картину такую, никому не порекомендую. У них это деликатес. Рыбу то же самое. А когда она с душком, они ее кушают. Почему? Не знаю. Ну, нравится. Так вот, да, мерзлота вот так появилась. Что-то рвануло и накрыло очень много. А в Африке что-то рвануло и накрыло весь север Африки. Глаз Сахары появился. Женя. Я вот сейчас отвечу, но я тогда буду стрим удалять. А зря. Не надо. Требую Алексея Шумейко. Ну, скорее всего, из Украины, да, человек? Требую предоставления Путину ВВ чрезвычайных полномочий для зачистки гадюшника и референдум по колониальным статьям Конституции. Вот против НОДа я и выступаю, дорогие друзья. Вот что требует НОД. В первую очередь предоставление Путину чрезвычайных полномочий. А то у него сейчас их нет. Еще, ребята, хотите, чтобы вообще всю страну распродали? Да нет, у него сейчас они есть. Да, они, во-первых, они наплевали тоже на некоторые законы. Кстати, в Конституции, да, написано, что... Что у нас там? У нас написано, что... Выше Конституции что? На пенсию выходят с 60 лет. Русским по белому. Похерили эту Конституцию. Не, ну они нарушили права человека тоже из этой же Конституции, где написано, что нельзя умалять права граждан. А умаление прав граждан – это увеличение пенсионного возраста. Это в первую очередь. Это увеличение цен. Это тоже умаление прав граждан. Это называется, короче, ну, не знаю, нарушение конституционных прав. Нарушение Конституции. А что у нас выше Конституции в стране? Ничего. Выше Конституции нет ничего. Конституция написано, что ни одна церковь не может преобладать, да, над законом? Так же написано? Что у нас светское государство. А у нас, блин, поскольку церквей строят, за чей счет эти летают в разные страны? А, да, да. За чей счет? За чей счет их охраняют полицейские? Чего им своих денег мало, которые они у людей забирают? Да? Ну, ладно, это бог с ним. Мы отвлеклись. Так вот, на самом деле, действительно, что сейчас на экране, кстати? Рома? На экране белый экран. Демонстрация идет моя или твоя? Твоя. А, понял. Вот к вопросу о образовании вечного безума. Как раз хорошая теория, как все это происходило, и это дополняется некими моими исследованиями, мыльников еще в далеком 2014 году. Дмитрий Мыльников, он несколько, серию статей выпустил еще в 2014 году. На самом деле, очень много еще раньше было, допустим, про искусственные пустыни. Он и в 2014 году, и у других авторов, начиная с 2007 года, что пустыни искусственные. Так вот, одно из теорий, вот, что некий объект вошел, вот здесь вот он вошел, и дальше он вот здесь вот вышел, как бы по касательной, и в том числе вот эти пустыни образовались, вот пустынные площади, скажем так, не песчаные пустыни, а пустынные площади, в результате вот некого снесения всего с этих площадей. А потом вот эти места зачистились карьерами. То есть, очень много карьеров, и очень много, буквально, горы песка, непонятно откуда, допустим, по Чарской пустыне он в 2014 году еще хорошо сделал хороший анализ. То есть, огромное количество песка, четко, как вот овал в Сибири из ниоткуда. Такое впечатление, что кто-то вот ковшик нес огромный, вывалил, и... Алло, с нами все? Да, 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 мы тут. Ну, у меня какое-то эхо идет, я не могу говорить, давай ты говори. Мы говорим про пустыню, и уже на мерзлоту перешли. Эхо? Ну, когда я говорю? Тебя нету? Все ушло. Ушло, замечательно. Так вот, мерзлота образовалась неестественным путем, нам говорят, что она якобы промерзала, да нет, она уже отступает. Она отступила до 300 километров с 80-го года. То есть, климат постепенно возвращается, после ядерной зимы оттаивает, и оттаивает вечная мерзлота. Она произошла чуть ли не за несколько секунд. Она образовалась на большой территории. В результате, мне кажется, объясни, может быть, только одно. Был большой метеорит, а затем добили несколькими ядерными взрывами. Термоядерными, получается. В север Африке глаз Сахара накрыло одним мегавзрывом. Где-то, ну, как говорит Кунгуров, наша царь-бомба, это петарда по сравнению с гранатой. То есть, там рванули чем-то очень-очень серьезным. Это накрыло весь север Африки. У меня только единственное объяснение может быть. Вот появлению пустынь, пустынных площадей, пустыню на севере. Эта пустыня проявилась в виде вечной мерзлоты, потому что огромная масса атмосферы, часть атмосферы была просто снесена, и холод прошел вниз. Иного объяснения не может быть. Пока, по крайней мере, не представлены. Ну и потом, нашу планетку выжили, у меня есть видео, не наши карьеры, урановые карьеры 19 века, где четко показаны огромные площади и огромные масштабы техники, которая там работала. То есть, там ковш был ротерный, такой круглый, который с ковшами. Сотня метров. Сейчас у нас максимум 15. Оборудования с ковшом больше сотни метров у нас нет. Соответственно, это что-то другое. И затем, после переработки, куда-то нужно было девать отвалы. Отвалы мы видим в виде песка. Горы песка, которые естественным путем образоваться не могли. Он в гору не пойдет. Поестественной теории выветривания, песок идет вниз. Но никак не формирует горы этого песка, что мы видим и в Африке, и в Америке, и даже немножко в Сибири. Женя, поговори с нашим. Поговори. Ну, вот я хочу что добавить, как сказано тобой. Это в защиту того, что вот все темы, да, здесь поднимаемые, это я для начала так скажу, что они действительно были намного раньше высказаны в статьях. И это к тому, когда нас, кого-то, любого из нас, меня, тебя, Рому, начинают обвинять в плагиате. Причем обвиняют сами злостные плагиатчики, причем супер плагиатчики. Но громче всех, да, громче всех, да, громче всех диржевора, знаешь, что кричит. Да, 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 вот к ним это применимо. Они сами знают, кто они, я их повторять не буду, пиарить не хочу этих людей. Не заслуживают они, и никогда они не дождутся от меня такого пиара. Вот это к тому, в первую сказано, в первую очередь, что до них уже все сказано. Мы просто пользуемся уже тем, что есть. И не надо нас обвинять, что это звон колоколов там Камушкина, как мне написали. Я сразу послал этого человека. Ты нас ссорит, Господи. Да, это допуск, а меня с ним ссорить не надо, потому что он уже давно-давно показал, кто он такой, и я как-то... Ди, я мажем вас, ладно, бог с ним. Не, я прекратил с него общение напрочь. Абсолютно любое. Это и меня как бы не колышет ничего, что у него происходит. Вот. Пустое место. Ну вот, и я просто говорю, да, действительно, вот эти пустыни, куча песка везде, и вот эта полоса, она, что называется, даже когда я еще не занимался, да, этими исследованиями, вот эта полоса выжженная, она меня всегда удивляла. Даже в школе участие задаешь вопрос географички. Скажите, пожалуйста, а вот почему вот это такая здесь полосатая идет? Она говорит, обычно ответ, да, учителей стандартный. А это солнце, их солнце так выжгло. Типа там жарко. Жарче все, все, жарче чем везде. Интересный момент. Она тоже параллели, чуть дальше зелень. Да, 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 странный момент, да, такой. А что людей-то тогда все там не выжгло, они живут там. А почему обратно все не вернулось, не зазеленело, не зазеленела, травка не зелень, не зенелеет. Потому что 40 или 300 метров песочка насыпало. Там до 500 метров, до 500 метров горы песка, ну какой нахрен. Ой, ладно. Друзья, еще раз повторяю, все эти темы, даже, кстати, скажу, что и Алексей Кунгуров, он не сам придумал, ему информацию дали. Хотя он и гуру нашего дела, но информацию ему дали. Ну, Рахман Тор до Кунгурова говорил. Я скажу другое. Да, вся информация, она хранится в книгах. Ребята, вся информация хранится в книгах 19-20 века. И Земля карьер, без всяких шуток говорю. И атмосферное электричество, это все есть в книжках, их просто надо находить. Плюс, как пример даже, это 20 тысяч льев под водой. Ой, господи. Это самый маленький пример, я говорю. Но книги об этом есть. Я готовлю тоже к этому видео. Будет видео, я вам скину тоже. Ссылки на эти книги. Так что, друзья, вся эта информация имеется. И по закону. Я искал, когда готовил видео по этим маякам, которые по всему миру, и из гранита, на самом деле, на одиноком острове, там ничего ему не... Ну, они светили, это тоже беспроводное электричество атмосферное. Нашел все. Нашел, что там ртуть была, что их потом декомиссовали, пошли в 78-м году и так далее. Там для поворота якобы использовалась ртуть. То есть, чан с ртутью, и в ней плавал вот это вот, чтобы якобы трения не было, и оно якобы поворачивалось. Вопрос, а кто поворачивал этот вот сам светильник-то? И как потом к нему подводить что-то, что горело? Ну, там везде показано, ну, и у меня есть видео про маяки, что там ртуть была и сверху, и внизу, и вот на самом этом, где светилось. Там, посмотришь, они были в открытую. То есть, якобы эти смотрители жили там, ну, почему-то кто не умер, да? Они дышали, получается, над этим чаном с ртутью? Ну, ладно, мы не об этом. Я немножко о другом. Вот о Кунгурове пишут. Кунгурова не трогайте. Да его никто не трогает. Он молодец. Он катается. Он катается. Он что-то делает более серьезное. Он много чего делает. Нет, я говорю, он что-то делает серьезное. Я не договорился. Он посоль тащит всех нас и... Ну, как многие говорят, я же тоже кастоязычный. Я же тоже путаюсь в словах. Я читаю лучше, чем разговариваю. Вот. То же самое. Самое интересное, что надо ездить, надо выезжать. И даже, как бы там мы все не думали о Камушкине, он тоже катался, он что-то искал для себя, он искал ответы. Он в этом тоже молодец, ребят. Ну, просто, опять же, у каждого свой взгляд, у каждого свое мировоззрение. Нам просто всем действительно надо объединиться, искать вместе. Не говорить, что вот моя теория самая лучшая. Я так никогда в жизни не говорил, что я прав. Я говорил всегда, ребят, вы что думаете? Это предположение. И всегда я об этом говорил. Надо просто найти единое. Ром, а ты знаешь, кстати, есть такие каналы, они друг другом дружат, даже не один из нескольких каналов. Они никуда не выезжали. Абсолютно. У них все довольно открученные ролики. Это Бла-Бла и видеоряд из других фильмов. То есть, они, кстати, обвиняют других в плагиате. Заметил, есть такое, да. Да, есть. Хотя вот у меня открыта, кстати, вот статья 2014 года про пустыню. И про их происхождение, про искусственность. Ну, 2014, это уже, считай, запоздало. Потому что информация была давно до... Да, да, да. Так, вы сейчас у меня на стриме находитесь все, ребят? Я думаю, вам сейчас на экране видно. Илюх, тебе видно? Нет? Нет, я не смотрю. На, тогда, смотри, я тебе демонстрацию показываю. Вот. Кто обвинил в плагиате, короче. И Задорнова. И, блин, как... Вайтинков, Артем. Вайтинков, да, точно, Артем. И, блин. Вот ты кто, а? Вот кто это, что это за лица? Я их вообще. Я ее первый раз вижу. Вот плагиаторы какие-то сидят тут. В общем, Евгений Макаров плагиатор. Или я плагиатор. Ой, блин. Короче. Меня одно радует. Я в хорошей компании. Ну, да. Честно говоря, я бы хотел, но... Не удовольствовался. Человека уже нет, конечно. Да, очень жаль. И Кадыкчанский тоже молодец. Ну, он вечно жив. Дядя Миша жив в своих трудах. Много чего делал. Вот наши ученые-историки. И никак иначе. Это шимпанзе, насколько я понимаю. Они вырастают, развиваются, ну, примерно 3-5 лет. Да? Вот как у человека дети. Вот шимпанзе, это верх их развития. Это от 3 до 5 лет человеческого развития. Их можно научить. Они рефлекторны. То есть, они приучаемы. Обучаемы. Вот так же точно обучаемы наши историки. Их научили. Поэтому они называются наученными. То есть, учеными. Учеными кем-то. Понимаете? Нет такого понятия ученый. То есть, сам достиг. Их научили. И, ребят, без обид. Те, которые топят за официальную историю. Те, которые там пишут, что вы там накурились. Чего вы чушь морозите. По истории вот так, вот так. Ребят, это попугайство. Это не свое мнение. Вы отстаиваете чужое мнение, не разобравшись в нем. Уж извините, я так считаю. Так, Илюха, где там твоя демонстрация? Еще раз нажми. Или ты уже не будешь ничего показывать. Зачем? Ну, коллеги, соратники, нужно иметь совесть. И все-таки, ну, у нас тринадцать один. Давайте приучаться к двумчасовым хотя бы стримам. Ну да, нам пять минут еще до двух часов. Да ты что? Хорошо. На чем мы остановились? Мы остановились на... Пустынях. Пустынях. Ладно, бог с ним. Добра всем людям. Мы остановились на Третьей мировой. Давайте вернемся все-таки и скажем, что... Скажем, наше твердо решительное нет. Давайте мир между людьми. И если война и будет, то только с теми, с кем должна быть война. А ни один человек мне не враг. Он может заблуждаться искренне, но он мне не враг. Он друг. Ему нужно объяснить. А война будет, но с теми, с кем надо. С нашими гостями непрошенными. Вот я на этом бы хотел и закончить свое выступление. Коллеги? Коллеги. А, да, мы еще забыли поддакивать. Жень, давай вместе дружно. Да, да, скажем. Да, да, коллеги, я согласен. Да. Мы же поддакиваем друг другу еще. Конечно. Своих-то мозгов нет, мы же только плагиаторы. Поэтому без вариантов. Ты знаешь, самое интересное, что меня пока не трогают. Вот, понимаешь, очень плохо. Ну, это, кстати, тоже показатель. Если определенные люди начинают ругать, это значит, что ты все делаешь классно. Если Америка нас хвалит, грубо говоря, да, все плохо. Да. Я вот балбесу сейчас отвечу. Роман курит, значит, он поддерживает РПЦ. Я, кстати, алкоголь не употребляю вообще. Ни в каком виде. И даже зеленку. Да. И принцип такой. По поводу поддержки РПЦ. Я даже ругался с полицией за то, что крестный ход шел по дороге. Неужели им все можно? Им больше можно, чем обычным людям. Вот я сейчас пойду по дороге, меня оштрафуют. Да. Да. Надо проявлять свою позицию, надо заявлять свои права и требовать единого выполнения законов для всех. И, соответственно, да, нужно писать в прокуратуру, фотографировать это и требовать плечи к ответственности. Да. За нарушение правил дорожного движения. Я даже больше скажу. Конституционных прав у них никаких нет. Абсолютно. Если идут по дороге и мешают ехать, их полиция охраняет. Вот в чем весь прикол. Вызывайте полицию на эту полицию и пишите на них заявление. На самих полицейских. Да, да. За бездействие. Почему бы нет? И потом параллельно можно привлекать к ответственности по УК РСФСР за предательство этих же полицаев. И извещать об этом. Надо. Пора начинать что-то действовать. И один из вариантов, да, заявлять свои права на эту землю, исходя из статуса последнего легального законного государства, которое было. И оно есть. Юридически я гражданин СССР. Никогда я не принимал гражданство этой РФ. Поэтому давайте действовать. И выборы президента я не участвовал. Я даже не заходил туда, не расписывался, ничего не получал. Я что, больной что ли, чтобы справку получать? Получать бюллетень и кидать его в мусорку. Обалденно. То есть я получил справку и выкинул. Да? Себя, свое мнение, свой голос. Да. В бурну. И об этом будет видео как-нибудь. Но давайте закончим с реальной историей. Определимся хотя бы, что было в 19 веке. И давайте все-таки выясним. Потому что без этого ключевого эпизода, что было в 19 веке, мы не поймем, что происходит сейчас. И еще раз обращаюсь к коллегам, соратникам, всем, которые изучают реальную историю. Давайте, наконец, делать выводы. Не нужно пить все море, чтобы понять, что оно соленое. Давайте сделаем вывод. Море соленое. Хватит искать закопанные этажи везде. Их можно много. Искать, описывать, не делая выводов. Стас Слобожанин пишет. Если вы смотрите «Глобальный вопрос», знайте, значит вы и есть сопротивление. Джон Коннор, подпись должна быть. Все серьезнее. Да. Вот, уже три дебила. Страшный прапор. Им был сопротивление. Кстати, прапор, хочешь приколюсь. Если ты действительно прапор, то я капитан по званию. Приказываю заткнуться. Суровый ты. Соратники, давайте все-таки закончим. Сложно смотреть наши стримы, и мы будем никуда говорить. А в основном люди смотрят. Не сейчас присутствуют, а будут смотреть после. А Горбачева мы не сможем посадить. Вот Алексей Шумейко говорит, давайте Горбачева посадим. Он же теперь гражданин Англии, да, или откуда он, Британии. Если надо, достанем всех. Но проблема в том, что, как и в случае с нашим, скажем так, условно нашим президентом РФ, Горбачев вечно живущий. Как ни странно, сволочь еще живет до сих пор. Потому что, не, не, нет, просто дело в чем. На самом деле, я не сильно подозрюю, что Горбачева уже нет живых. И некий двойник выступает. Потому что, как только официально будет объявлено, что президент СССР уже не с нами, то появятся прецеденты, возможность и обязанность избрать нового президента СССР. Потому что предыдущий был как бы бессрочный. И это вот лазейка. И получается, люди могут потребовать выборов, потому что юридический СССР еще есть. А это будет означать очень многое. Не, ну если не существующую конституцию отменили, то тут о чем вообще можно говорить? Была конституция РСФСР, а они каким-то чудом РФ отменили конституцию. Да, то есть, как можно людьми с паспортами одного государства голосовать за конституцию другого? Плюс не за конституцию, а за проект. Плюс на референдуме было принято решение все-таки за продолжение, хотя мошенническая формировка была, мошенническая. Хотите ли вы, чтобы СССР продолжал жить в виде СНГ? То есть, хотите ли вы жить в виде трупа? То есть, вот примерно так. Хотите ли вы, чтобы СССР был, но в виде другого чего-то? Нас обманули вот этим референдумом. А я тебе больше скажу, тоже по международным правилам, введение в заблуждение, ну вот если, допустим, что-то предлагают, но вводят в заблуждение, это уже отменяется, это не имеет силы никакой. Да, стабальная сделка, сделка совершенная под... А вопрос, почему мы в 1899 году умерли? Это в том виртуальном мире, в котором живет, к которому подключены, и из которого получают команды все наши правители, скажем так, все масоны и чиновники, большинство. Ибо это масонская ложь, скажем так. Горбачева вообще еще должны были в советское время посадить. У него там Косяков еще, пока он работал председателем колхоза. Горбачев, да, по закону СССР его нужно просто расстрелять, по закону военного времени. Сейчас есть и ОССР, Тараскин, там есть замечательные... У Тараскина, я не знаю, я изучал этот вопрос по поводу Тараскина. Максимум, что они делают, они пока зарабатывают деньги на раздачу паспортов. Давай вот без обид, посерьезно. Я не в курсе про деньги, но некоторые вещи он творит хорошие. Рыжов, тот, кто на самом деле все это замутил, можно сказать. Личное общение, есть опыт и много чего. Поверь, это просто мое мнение, не могу сейчас все рассказывать на публику. То, что он делает, он делает замечательно. На самом деле он был первый, а потом, пытаясь это дело застопорить и увести в сторону, понаклепали много других органов СССР, испугавшись. Как сейчас много альтернативных каналов, чтобы ввести в сторону проявленную историю. Да, нужно учитывать это, действия врага. Враг очень хитер и умен. Но, возвращаясь к СССР, Горбачев будет жить вечно. Мы никогда не узнаем, что он умер. Хотя на самом деле, мне кажется, что он уже умер. Ну, просто мое мнение. Ну, да, кто знает. Вообще, по сути, сколько мы сейчас лет должно быть уже? Немерено. Он 80 с чем-то точно, потому что он старше моих родителей, а моим родителям уже больше 70. Ну, в маме. Да и многое меня сейчас убивает. Я вот даже вот вспоминаю, едешь по трассе, тебя останавливает полиция. Да? ГИБДД, ГАИ, как хотите называйте. Первое, что он хочет, он хочет взять с тебя денег. Вот почему так, ребят? Вот даже вот полицейские, допустим. Зачем? Потому что это уже не функция, а они выполняют услугу. Услугу. Нашу же услугу. Получается, вот ты знаешь как? Есть понятие, как услуга. Фирма оказывает услугу. Если она некачественная, ты имеешь право забрать деньги. Верно. И еще и взять моральный ущерб, материальный ущерб сорвать. Это не государство. Верно, верно. А у нас сейчас государство оказывает услугу. К чему я просто вел. К образованию. Вот к чему я просто вел. Как только полицейский берет у тебя взятку, либо просит у тебя взятку, либо намекает на эту взятку, он уже становится преступником. И отношение к нему не должно быть, как уже к госоргану. Что такое госорган? Это четкое исполнение законов и плюс требовать от человека исполнять законы. Все. Все. На этом компетенция закончена. Хочешь бабки, ты преступник. Рома, к сожалению, преступники все те, кто получают зарплату от так называемого государства РФ. Потому что они, первое, отказались от своего гражданства СССР. Второе, они действуют не на основании законов, потому что оферта. Потому что Путин с 7-го года ни одного даже указа не подписал. Нет нигде сканов подписанных законов. Он должен любое изменение. Я их там тысячу в день где-то. Но Конституция должна подписывать лично все. Все законы, все указы. Нет ни одного скана. Даже скана не найдешь. Потому что подпись подделать невозможно. Более того, то есть они по законам военного времени преступники и должны быть... Ты имеешь право расстрелять любого. Ты гражданин СССР. Они действуют на территории твоего государства. Понимаешь, молодые этого не понимают. А что ты думаешь другого государства на территории твоего? А я вот... Для чего мы это стримы делаем? В том числе научиться выражать свои права. В том числе в правовом поле. В правовом поле у нас одно СССР. Мы к этому придем. Все должны осознать. Константин Кондратенко вот пишет. А как быть с тем, что договора закончатся скоро и вся земля перейдет в чужие руки? Не перейдет. Об этом уже есть люди, которые позаботились. Направили в ООН письмо. Да. И они уже ничего не смогут сделать. Права на эту землю уже потребовали. Об этом я сделаю отдельное видео, но оно будет завершающим. Сейчас 50 фильмов по реальной истории ждут с объяснением того, что происходит. Финальные видео я планирую будут о том, что нам делать, как выходить. В том числе включая правовое поле. Назовем это техномагия с элементами права. Все это, надеюсь, доживу. Тоже вопрос. Давайте заканчиваем. Сейчас еще на один вопрос ответим. Что думаешь про чипирование и биометрику? Мое личное мнение. Всех, кто это предлагает, надо чипировать. И чтобы мы знали, где они находятся. А самые помидоры их чипировать. Так что, как это хотят? Хотят изменить мир, пусть начинают с себя. Предлагают нам кушать крупы и кашку за 3,5 тысячи мы можем прожить. Пускай из себя начинают. Какого хрена по 600-700 тысяч зарплаты получают? За что? Делать даже не зарплаты. Ладно. Женя, мы потеряли Женю. Я здесь, я здесь. Женя, в завершение скажи что-нибудь хорошее. Что все будет хорошо. Присоединись к нам, Женя. Не бойся. Смотря к чему присоединяться. Присоединяюсь к добрым посылам и к тому, что не надо нам поддерживать вот эту темноту, которую нам предлагают. Иначе она разрастется как опухоль. Поэтому мы будем призывать к свету, добру и любви и вообще просто к миру. Просто к миру во всем мире. И мы просто будем отрицать их посылы. Вот эти зла и тьма. Право. Будет только добро. Всем добра, друзья. Будь добру. Да. Спасибо. Я удаляюсь. Пусть заканчивается. Война против Скайнета. Ну что. Благодарим вас за то, что побывали с нами. Ну уж извините, что у нас такой стрим получился. Извините за то, что уже не свет отключили. До сих пор еще у нас такой бардак. Еще профессор Преображенский об этом говорил. Какой бардак при коммунистах, да, говорит. Во время царя, говорит, за 20 лет один раз всего отключали. А тут, говорит, каждый день по нескольку раз. И, кстати, он не зря сказал цифры 20 лет. Если даже 17-й год брать, 20 лет это... Это день конец 1900-й годов. Соответственно, еще не было ни одной электростанции переменного тока. 906-й, по-моему, первая введена. Да, да. Не в Питере, где дело шло, а в Москве. То есть, электричество было до переменного тока. То есть, постоянное. По всей видимости, постоянное было постоянное. Да, 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 эфирное. И давай на этом закончим. Вырубаю. Вырубаю. Ну что, до скорых встреч. Всех вам благ, дорогие друзья. А мы с вами прощаемся. С вами было Негодное радио... Глобальный, цельномакар. Цельномакар, точно. Цельномакарное молоко. Глобальное. Глобальное. Пока, друзья. Все, всем пока, друзья.